Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хован. Я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня, вот в этом выпуске, я буду ругаться, правда. Поэтому детей, там, младше 18 лет, прошу убрать от экранов, да, чтобы меня никто не видел в гневе и в раздражении таком из юного поколения. Может, еще какое-нибудь крепкое словцо скажу. А говорить я буду в очередной раз о бесстыжих, беспринципных, безумных идиотах, которые в осенний период, и это можно видеть на каналах Ютуба, на других каналах, в других сетях, где-то в публикациях, рекламируют солевые подкормки растений. Моя бабушка кормила осенью сливу, солью, и всегда у нее был большой урожай. Подкормите ваши растения солью, и вы в будущий год завалитесь там, не знаю, смородиной, да. Такой дури, такого идиотизма в интернете, к сожалению, почему-то, несмотря на то, что вот вроде бы источников достоверной информации много, да, то есть кто ищет, тот всегда найдет. Но вот этой дури почему-то появляется все больше и больше. И стоит какому-то одному популярному дураку про это сказать, как сразу все дураки, которые там у него подсматривают и что-то сдирают, тут же пошло, 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 как цепная реакция, все друг за другом начинают болтать про эту солевую подкормку. Идиоты, которые умом не доросли не только до агрохимии, до почвоведения, до каких-то таких вот важных агрономических дисциплин, но идиоты, которые не доросли умом даже для элементарного огородничества. Они просто не соображают, вообще ничего не соображают в том, что такое поваренная соль, какова ее роль в жизни человека, животных, растений и почвы. А почва, я почву искренне считаю живым организмом, вот такой системой живой, абсолютно живой системой. Поваренная соль – это соединение натрия и хлора, натрионов и хлорид ионов. Хлорид ионы, когда попадают в землю, очень легко могут воссоединяться с протонами водорода и давать нам соляную кислоту. Накопление соляной кислоты при внесении хлора, содержащих удобрения, является одним из ограничивающих факторов использования такого дешевого, достаточно дешевого и ценного удобрения, как калий хлористый, хлорид калия. Ценно оно потому, что является хорошим дешевым источником калия, но вот хлор, который там содержится, он всегда мешает, он всегда опасен. Далеко не каждое растение можно подкармливать хлористым калием. И делать это можно только в открытом грунте, и делать это можно только под осень, для того, чтобы растения замерли, не усваивали эти хлориды, чтобы все замерло в этой почве, и в надежде, что зима будет снежной, что весна будет с большим количеством осадков, и что эти хлорид ионы вымоются к чертовой матери из этой почвы и не навредят активно растущим растениям. Натрий для растений является достаточно токсичным элементом. Да, есть некоторые растения, которые выдерживают высокую концентрацию натрия, ну просто адаптированы к ним. Ну многие засухоустойчивые растения выдерживают высокие концентрации натрия. А есть, которым он чуть-чуть нужен, но натриевых удобрений, запомните, не существует. Нет, натрия надо избегать, потому что избыток натрия, который попадает вместе с поваренной солью, вместе с содой, боже упаси вас использовать соду в огороде, да, там для качества подкормок каких-то, он уничтожает вашу почву, он вставит на вашей почве самый настоящий крест, потому что вообще засоление почв натриевыми солями – это целая проблема, общемировая проблема, особенно засушливых регионов. Почва превращается в глей, нарушаются ее физико-химические свойства, нарушается питание растений, растения начинают находиться даже при увлажненной почве в состоянии засухи, в состоянии солевого и водного стресса. Только безумец может давать подобного рода советы. Я вас очень прошу, запомните, никакой соли поваренной и никакой соды не может быть. Ну и наши зрители, которым вроде бы мы уже 1500 раз про это говорили, все равно пишут, а я избавляюсь от слизней, посыпаю дорожки солью, посыпаю вокруг растений солью там или содой, крупной солью, чаще всего даже морской там, и вот у меня слизни не ползают. Слушайте, так вы же будете так сыпать, и в конце концов вы полностью испортите почвы у себя на участке. Даже если вы просыпаете солью дорожки, хлористый натрий, то есть поваренная соль, она же очень подвижна, очень подвижна. Но если вам все-таки кто-то вас убедит, что соль является хорошим удобрением, там по какой-то причине вам где-то надо посыпать этой солью от тех же слизней, но возьмите хлористый калий хотя бы, ну то это будет 50% вреда. Вы хлор внесете, а хотя бы натрия не будет. Уже посыпайте эти дорожки от слизней там хотя бы хлористым калием, если вы уже такие приверженцы этой соли, но по крайней мере не хлористым натрием, не поваренной солью. Что ж, поругался, так сказать, может быть немножко на повышенных тонах, простите, но уже просто от засилия этих идиотов, ну уже просто нерв, извините, не выдерживает, и уже непонятно, как они вообще вылазят, эти мундрецы, понимаете, на экран, и что-то там оттуда вещают. И там, между прочим, в комментариях можно найти, ой, то спасибо вам большое, как мы вас любим, вы нам такие простые советы даете, пошел солью купил, пачку посыпал там розы, яблони, груши, смородину, ну землянику, там же болезней не будет, и они такие благодарные еще эти люди, понимаете, а кто-то прочитал и поверил, вот это еще тоже очень-очень опасно. Что же, ищите компетентный взгляд на агрономию, на выращивание растений, на природное земледелие, на разумные советы, пользуйтесь несколькими советами и получайте компетентные ответы, задавайте свои вопросы на портале процветок.ком, просматривайте вопросы, лайкайте эти вопросы для того, чтобы мы видели, что это популярная тема и давали вам ответы на вот эти вопросы, проблемы, которые возникают у вас в процессе выращивания или какие-то сомнения, которые возникают в процессе выращивания растений. Что ж, на этом я прощаюсь с вами, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok